Всем доброго времени. Давайте посмотрим, что вам нужно знать сейчас. Что нужно знать сейчас, что необходимо знать. Что хотят вам сказать карты. Опять двойственная ситуация. У вас какая-то двойственная ситуация, которую нужно немедленно решать. Есть еще два человека, которые плетут за вас заговор. Против вас. То есть что-то могут делать даже по магии. Я вам так скажу. Но двойственная ситуация. Вы находитесь сейчас в двойственной ситуации. Очень много эмоций и энергий своих отдаете не тем людям. Очень много водных знаков пришло сюда. Здесь идет какое-то новое начало в вашем женском здоровье. И идет какой-то праздник у вас на пороге. Но вы его не знаете. Вот как будто это для вас случится. Все в один миг. Но какая-то радость. Что-то у вас будет. Это вам нужно знать. Но вы находитесь в какой-то двойственной ситуации. Смотрите, поправляйте свои гормоны. Поправляйте что-то по-женски. Потому что вот просто гормоны страдают. Есть человек, который хочет вами манипулировать. Человек, который хочет сделать так, чтобы вы перед ним присмыкались. Это может быть как и женщина. Может быть как и мужчина. Чтобы вы перед ним присмыкались. Это человек, который хочет манипулировать вами. Есть какой-то обман. То есть у кого-то может быть обман на работе. Сейчас мы посмотрим, что за человек. Ну да, вот он мужчина выходит. Который хочет, чтобы вы присмыкались. Чтобы он, знаете, он хочет, чтобы вы делали все так, как он сказал. Мужчина может быть лев по знаку зодиака. Мужчина себя любит очень сильно. Он очень такой может быть агрессивный, вспыльчивый человек. Вот. И вам нужно это знать. По знаку зодиака лев. Это скорее всего ваш бывший. Который, ну знаете как сказать. Наблюдает за вами. Но серьезного ничего не хочет предложить. У вас очень много карт магии. Возможно вас она окружает. Да, люди могут допустим на вас гадать. Очень много скрытых людей вокруг вас. То есть не хотят делиться с вами. Говорить. Что-то рассказывать вам. Поездка у вас куда-то будет. Тяжелая. Вот она. Тяжелая поездка выходит. Вам нужно знать, что в поездку, куда вы поедете, она вам покажется легкой первоначально. Но потом будет тяжелой. Есть люди, которые будут вам ставить палки в колеса. Это связанное с вашей работой. Люди, которые будут ставить вам палки в колеса. Это будет связано с вашей работой. Вы будете очень сильно разочарованы. Потому что я вижу человека, который идет. А люди будут вставлять вам палки в колеса. То есть как-то, знаете, делать так, чтобы у вас ничего не получалось. Но тут могут нападать и магией. Потому что я вижу, что человек идет. Это вы идете. Вы проходите трудные пути. А на вас нападают люди. На вас враги нападают ваши. Которые злятся на вас. За ваш успех. За ваше достижение. Еще вам нужно знать, что здесь человек, в котором вы находитесь рядом. Это мужчина. Но это относится к женщинам, наверное. Которая замужняя. Он вам не верен. Здесь флирт, обман, измена. Вам нужно знать, что враги хотят на вас напасть. Тут и мужчины, враги бывшие. Которые, скорее всего, тоже завидуют вам. Очень много поездок у вас куда-то может быть. Ну, таких маленьких, мелких поездок. Может болезнь быть. Скрытая какая-то болезнь. Болезнь, которая забирает ваши силы. Вам нужно знать еще то, что враги делают на вас мороки. И поэтому вы болеете. Поэтому вам тяжело, вы не можете встать просто с кровати. Потому что враги делают на вас мороки. Хотят вашу силу забрать. Энергию, здоровье, жизненные силы хотят забрать. Очень много мужчин, кстати, вам нужно знать на пороге. Бывших к женщинам относятся. Люди желают вам смерти. И, скорее всего, кто-то вам на эту смерть и делает. Вот будьте осторожны, бдительны. Есть за вами наблюдение очень большое. Скорее всего, вы плохо себя чувствуете. Ближе под вечер, под ночь это идет. Вам нужно знать, что, смотрите, вот тут такая карта с семьей связанная. Ваш род хотел вас предупредить, вы его не слышали. Вот сидит род, семья, которых уже нету в живых. Возможно, бабушки, дедушки. Они хотят предупредить вас, но вы их не слышите, не понимаете. Что еще вам нужно знать? Деньги будут у вас, конечно. Деньги будут. Деньги придут к вам. Но опять враги будут делать родники на ваши деньги. Враги считают ваши деньги. Вот женщина тут завистливая вышла, которая считает ваши деньги. Я так поняла, что меня сейчас смотрят люди, которые любят парфюм, возможно, духи, обновлению вас в жизни. Ну, тут какая-то женщина меня смотрит, которая сильно любит духи, парфюм. Так, ладно, понятно, все хорошо. Значит, обновлению вас будет, новое знакомство идет. Но смотрите, здесь такой момент, опять я еще раз повторяю, что гормональные сбои у женщин, которые меня смотрят, есть. Нужно проверяться, идти в больницу, потому что здесь может быть это по магии. Вообще чистка тут нужна. Еще я вижу, что у кого-то есть сын или муж. Нет, но я, скорее всего, подразумеваю сына взрослого. Это к тем женщинам относятся, которые уже в возрасте. У вас есть взрослый сын, который выпивает и много пьет. У него порча на алкоголь. Здесь нужно делать чистку. Деньги идут к вам в руки, но какой-то человек хочет их забрать. Будет порча. Видите, какая карта у нас такая злостная. Кто-то считает, что вы несправедливо вообще поступаете. Но это, скорее всего, враги ваши от зависти. Да, это все. И да, то есть вас хотят мороками определенными запутать, забить. Ну, в каком плане? Чтобы вы не знали, правильно ли вы действуете. Вот кто-то хочет просто, чтобы вы поклонялись, чтобы вы не шли по своему пути. Понимаете? А вы идете по своему пути, не упускаете его, не упускаете свою работу. А они хотят, чтобы у вас просвета не было. Чтобы вы не работали, чтобы было трудно вам деньги зарабатывать. Вот что вам нужно знать сейчас. У кого-то родители умерли в один день, нужно навестить могилы, пойти сходить. Кто-то будет делать на вашу работу, закрывать вашу работу. У кого-то хотят разбить семью, забрать удачу. Это тоже вам нужно знать. Кто-то меня сейчас смотрит, женщины, хотят, чтобы ваши дети... Вы хотите, чтобы ваши дети продолжали ваше дело, но нет, такого не будет. Ваши дети пойдут по другому совсем пути. Вам нужно поменять место, где вы сейчас живете. Моцарт, почему-то, я не знаю, кому-то нужно сходить на Моцарта, кто-то его любит. Все, на этом расклад закончен. Кому нужна моя личная помощь, обращайтесь ко мне на WhatsApp. Всем, всех благ.